Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Юга, и сегодняшнее видео посвящено игре Black Desert Online. Формат этих видео будет выглядеть подобно небольшим шпаргалкам, которые помогут новичкам освоиться в мире черной пустыни. Итак, начну с самого важного, по моему мнению, с чем я столкнулся в игре за гиганта на ру-серверах. Это тотальная нехватка энергии, маны, любого ресурса, который позволяет кастовать. И есть очень сложный способ, если вы играете, допустим, за мистика или за того же гиганта, чтобы постоянно находиться в тонусе, это покупать какие-то баночки. Но есть гораздо простой способ, о котором я сегодня расскажу. Итак, поехали. Итак, дорогие друзья, вы бежите, у вас нет денег, вы совершенно не понимаете, что делать, и на вашем пути встречаются кусты. О боже, куст, ну давайте попробуем собрать его, может быть он нам принесет чего-нибудь полезного. Вы потратите за сбор куста очки работы, обязательно ровненько и аккуратненько их распределяйте, потому что на России еще неизвестно, как это все будет реализовано. Итак, при сборе мы собрали сорняк. Полезен ли вообще сорняк, сейчас мы узнаем. В первом городе на вашем пути будет город Велия. Обязательно зайдите к старости, поговорите с ним, а после, как уже завершите все свои дела, спуститесь в бар, чтобы выпить пару-тройку кружечек вкусного, прекрасного пива, который готовится в этом городе. И также подойдите к шеф-повару, чтобы купить у него, ну не знаю, допустим, штук 10 воды для готовки. Давайте купим штук 10, я думаю, нам на первое время хватит. Итак, в нашем инвентаре находится сейчас куча сорняков и вода для готовки. Чувствуете вообще какую-нибудь связь? Ну, поначалу, конечно, и непонятно, зачем это нахрен все нужно. Давайте откроем меню изготовления, нажимается на латинскую буковку L, и выберем алхимию, и давайте посмотрим, получится у нас что-нибудь или нет. Уж не знаю, зачем гигант читает книги, но вроде что-то у него получается. По крайней мере, трясет он точно рукой очень-таки бодро. Опаньки! Итак, что же мы получили? Мы получили настойку из целебных трав, которая регенит нам МП и ФП плюс 125 с перезарядкой 6 секунд. Сколько мы потратили на это? Да почти сущие копейки, не считая воды, которая стоит. Просто гроши, которые вы набиваете на первых этапах игры. А сколько вам регенит эта прекрасная настойка? Да дофига. Далее вы можете настойку проапгрейдить, и еще по второму разу их перегнать, и получить концентрированную целебную настойку на 175. Но это уже потом. Для начала, самый прекрасный выбор для манозависимых и ФП зависимых персонажей. Так что не пропускайте кусты, экономьте свои деньги, и зарабатывайте в мире черных пустыни. Деньги вам еще понадобятся. А мана, это такой ресурс, который тратится будет бесконечно. Также этот способ прекрасно поможет вам заработать первый начальный свой капитал. Разумно тратьте свои очки работы, и увидимся в мире черной пустыни. Надеюсь, мой совет был полезен вам. Если понравилось видео, ставьте его такой большой палец, рассказывайте о видео братюням, и увидимся. Пока-пока.